Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Катерина Нефёдова, оперная концертная певица, лауреат международных конкурсов Меца Сопрано. Здравствуйте, Катя! Здравствуйте, Мария! Рад вас снова видеть в нашей студии. Буквально через несколько дней стартует ваш сольный концерт. Это не первая такая полновесная ваша работа, но в этот раз посвящена она русскому романсу. Сегодня хотелось бы, конечно, поговорить об этом концерте, о том, где он будет проходить, как он будет проходить, кого вы приглашаете к себе в концертный зал. Да, ну и, конечно же, вспомните о ваших предыдущих проектах, работах, которые тоже вызвали большой отклик и большое внимание со стороны Одинцовской публики. Уважаемые зрители. Я прежде всего хочу объясниться вам в любви. Я хочу сказать, что мне очень важна ваша поддержка, и она меня вдохновляет на новые проекты, на новые, так сказать, совершения. И мой новый проект я назвала «Торжество любви». И это не случайно. Это концерт русского романса. Почему я назвала «Торжество любви»? Это я хочу показать масштаб, размах русской любви, русского чувства. Потому что наши люди, русский человек, он умеет не только воевать, но он умеет также ярко, сильно любить. Исходя из своих данных, вокальных, сценических, я подобрала определенный состав, так сказать, романсов. Вот как все-таки выбирали? Ведь очень много хороших романсов, действительно очень популярных, очень таких знаковых. Вот как вам удалось все-таки скомпоновать и выбрать вот то, что вы хотели бы исполнить для зрителей? Какими критериями руководствовались? Безусловно. В основном исходила из своих ресурсов. То есть я не брала, возможно, в репертуар какие-то романсы, которые такие прозрачные, на полутонах, а брала именно такие яркие, темпераментные, где можно было бы показать как голос, так и какую-то искрометность. То есть эти романсы, они такие же сильные и непредсказуемые, как вот «Бег русской тройки». Недаром в этих романсах часто упоминается вот этот выезд русский наш. Это «Эйямщик гони как яру», это «Бубенцы», это «Кони-звери». Кстати, «Кони-звери», что интересно, написал Буантер, композитор. А автор текста – Сельвинский. Это творческая пара, которая создала, допустим, черноглазую казачку. То есть, казалось бы, советские композиторы, а вот такой вот неистовый романс они создали. «Маритана» – тоже интересный романс, где король женится на простолюдинке. Ну, такие случаи же бывали и в нашей истории. В моих романсах, в их интерпретации, женщины сплошь королевы. И неважно, цыганка ли она, краснодевица или, ну, например, знатная дама, но они сплошь вот исполнены достоинства. И ради них мужчины, которые тоже герои этих романсов, они решительные, смелые, и они способны на поступки. То есть, как вот, например, Рогожин у Достоевского, там, бросить пачку денег в огонь или осыпать драгоценностями. Ну, конечно, у кого какие материальные, понятно, возможности. Катерина, ну, чтобы вот всё передать, передать эмоции романса, да, передать дух, эпоху, энергию. Ведь, наверное, и внутри нужно иметь стержень. То есть, это всё близко вам. Вот в обычной жизни вы такая же? Искромётная, энергичная? Вы знаете, да. В обычной жизни иногда эти качества приходится прятать, но иногда их и нужно показать, потому что они порой помогают. Помогают добиться своего, помогают, ну, в какой-то, знаете, вот нашей житейской борьбе. Ну, вообще, наверное, нужно обладать, ну, действительно, в первую очередь и смелостью. Это не первый ваш сольный концерт. Всё-таки, когда артисты выходят с сольной программы, это огромная ответственность. Мало того, что он остаётся один на один с зрителем, здесь, в общем-то, только он, его талант и зритель, которого не обманешь, не спрячешься, ни за какими декорациями, ни за чём. То есть, здесь вот как раз-таки талант и мастерство. Но зрителей ни к чему обманывать. Я с ним, со своим зрителем, я совершенно искренне. Я, наоборот, стараюсь... Ну, вы любите вот именно сольные концерты, да, потому что вы действующая артистка, вы выступаете с оркестром, и, безусловно, нельзя сказать, что вы испытываете недостаток в овациях, в публике, вы постоянно на виду. Но всё-таки вот сольные – это немножко другая, да, совершенно тема. Конечно. В сольном концерте я могу наиболее полно самовыразиться и поделиться своими чувствами, своим вокалом, своей подачей со зрителями в большем масштабе. И вот этот как раз масштаб русского романса, вот этот выбор романса, я хочу вот как раз и показать нашим зрителям, чтобы они это оценили, потому что романцы же поют по-разному. Бывает, что поют в полголоса, чуть ли не шепотом, что-то передают, какие-то, ну, такие вот личные вещи. Мои же... Ну, а мой выбор, он более такой сильный. То есть мои лирические герои романцев, они все сильные личности. Вот. И это вполне соответствует, как говорится, моей, моему внутреннему миру. И я очень рада, что такой концерт состоится, и у меня будет возможность порадовать наших зрителей, дать им, ну, какую-то долю позитива. Ну, какой бы романс не возьмешь. Например, «Гори-гори, моя звезда». Он вроде, казалось бы, не относится к таким, ну, ярким, темпераментным, забойным романсам. Но его же можно по-разному исполнять. Можно исполнять так, что будут зрители плакать. А можно его исполнить так, чтобы у зрителей в душе был такой подъем, чтобы они после, ну, ушли с очищением продолжения жизни. Им бы хотелось дальше жить, творить. У них какое-то вдохновение бы осталось в душе. То есть вот все зависит от подачи, от интерпретации. Почему именно романцы, почему именно эта музыкальная форма была выбрана вами? Потому что они очень интересные. И русский романс, в общем-то, многие певицы, и Образцова, и Синявская, и многие певцы классический и оперный берут все в репертуар. Ну, в конце концов, я тоже не исключение. Просто я хочу его подать по-своему. То есть... Но интересно вот работать именно с романцем, именно с этим музыкальным материалом. Конечно. Материал этот просто богатейший. То есть и по словам, и по тексту. Единственное, меня, может быть, не очень вдохновляли романсы, где идет вот исключительно о несчастной любви, вот где героиня скорбит, плачет, говорит, что как-то плохо. Это львиная доля все-таки вот этого жанра. Но я все-таки ухитрилась. Найти, да? Найти, да. Да, выбрать вот из такого большого потока вот этих прекрасных романсов, именно те, которые мне близки и которые я наиболее, ну, вот в своем ключе могла бы подать зрителям. Катерина, когда пройдет ваш сольный концерт? Концерт пройдет в ДК «Солнечный» 27 сентября в 19 часов. И вход свободный. Добро пожаловать. Прошу всех желающих. Буду очень рада. Катерина, я уже в самом начале нашей программы говорила о том, что это не первый ваш сольный концерт. Мы все, конечно же, помним и зарубежную классику, и патриотические песни. На протяжении нескольких лет вы разные формы пробовали, и мы видели вас на сцене совершенно в разных образах. Совершенно верно. Я знаю, что даже эти проекты были отмечены премией губернатора нашей Подмосковьи, и в том числе подавали. Будете ли подавать романсы на премию? Думаю, что буду. Думаю, что буду. Его можно и приурочить к истории России в песнях, как ни странно, потому что это все-таки тоже относится к какому-то периоду нашей истории. Это в основном начало XX века. А как раз начало XX века славилось своим каким-то романтизмом, своей даже, не побоюсь этого слова, экзальтацией какой-то. То есть чувства старались как-то выделить, показать очень выпукло. И как раз вот жанр романса, он очень соответствует началу XX века. Насколько были успешны предыдущие проекты? Я считаю, что в предыдущих проектах я показала одну сторону, так сказать, ну, своего искусства, своего, не знаю, дара. Вот. Потому что воинственная тематика, она мне тоже очень близка. Она отличается именно яркой такой подачей, напористой, да, вот этот. Но я, как уже говорила, что как наши русские люди умеют воевать, так они умеют и любить. Поэтому здесь нет никакого противоречия. То есть я там, я больше выделяю вот эту напористость, вот эту воинственность, вот эту силу, силу духа. А здесь я выделяю силу любви. И мои герои, они тоже очень сильные. Ну как, мои герои, мои лирические герои. Герои в моей интерпретации вот этих романцев. Они тоже очень сильные, они умеют любить. А что касается женщин, например, они скорее готовы пережить любовь и идти дальше, нежели вот как-то совсем загрустить и, там, не знаю, пойти к проруби. Вот это сверхзадача как раз концерта вашего, потому что любой артист, создавая какой-то материал, какой-то проект, он, безусловно, вкладывает в него цели, задачи. И, конечно же, есть всегда сверхзадача. То, собственно, ради чего это всё происходит? То есть вот вы делаете это ради чего? Вот конкретно концерт романса. То есть вы хотите, чтобы что унесли с собой зрители после концерта, после услышанных песен? Я хочу, чтобы зритель унёс в себе заряд позитива, чтобы он почувствовал любовь к жизни. Не наоборот, чтобы он там как-то совсем загрустил, а чтобы он почувствовал новый как бы импульс к жизни. Потому что вот это торжество любви – это более широкий масштаб. Это не только торжество любви к другому человеку. Это торжество любви и к жизни тоже. Потому что не все романсы имеют совершенно яркую любовную направленность. Например, вот романс «Эй, ямщик, гони как яру». Там о любви практически не поётся. Хотя не исключено, что герой или героиня этого романса, они угнетаемые этими невзгодами, хотят приехать к этому ресторану «Яр» и утопить своё, так сказать, горе в плясках, в песнях, в плясках цыган. Они хотят отвлечься. Кстати, что характерно, они чётко выполняют какие-то советы нынешних психологов, которые говорят, что надо отвлечься, надо отвлечься, не надо обязательно в своём… Замыкаться в своих проблемах. Замыкаться в своих проблемах, в своём горе, в своих каких-то сложностях, невзгодах. Поэтому мои герои, они стремятся жить дальше. И каким уже образом они это делают? Кто едет к Яру? Кто к проруби с конями? К чёрту полетим, это я с конью-зверя. Но это не в смысле топиться, что просто это какой-то красивый такой образ. То есть в любом случае мои герои, они очень жизнелюбивы. И я хочу, чтобы у зрителя остался вот такой след жизнелюбивый. И я хочу, чтобы в душах наших зрителей торжествовала вот эта любовь. И любовь к другому человеку, и любовь к жизни. Недаром я так назвала торжество любви. Тем более, что я, видите, надела диадему. А почему я надела диадему? Потому что диадема – это величие. А величие – это торжество. А концерт – о торжестве любви. 27 сентября в Доме культуры «Солнечной» в 19 часов состоится концерт Катерины Нефёдовой. Концерт называется «Торжество любви». Это концерт популярных русских романсов. Вход свободный. Добро пожаловать, уважаемые зрители! Спасибо, Катерина, за интересную беседу. Будем ждать с нетерпением концерта. Конечно же, посетим это событие. И обо всем расскажем на нашем канале. Вы смотрели специальные интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания! Продолжение следует...